Вашу ленту во Вконтакте врывается очередной прямой эфир программы КФУ Лайф. Я его ведущий Роман Полинсков. И мы продолжаем разговаривать с представителями институтов и факультета Казанского федерального университета перед поступлением, перед приемной кампанией 2022 года. Сегодня у нас в гостях юридический факультет и долго время не тянем представлю наших сегодняшних спикеров, которые все самое интересное расскажут перед поступлением. Рустам Шамильевич Давлет Гильдеев, заместитель декана по международной деятельности. Рустам Шамильевич, вам доброго дня. Добрый день. И Алсу Махмутовна Хурматулина, руководитель направления магистратуры юридического факультета. Алсу Махмутовна, вам тоже добрый день. Всем здравствуйте. Что ж, начнем наш эфир, кстати, с прошедшим праздником, с Днем России. После выходных возвращаемся в работу. И напомню то, что до приемной кампании осталось уже меньше недели. В следующий понедельник, 20 июня, все стартует, основная ее часть. Так что все свои вопросы, которые у вас есть, и даже если их нет, придумайте на всякий случай, чтобы перестраховаться, задавайте во время нашего прямого эфира во ВКонтакте. На самые интересные наши спикеры ответят. Вопросы у нас уже небольшие есть, заготовлены были до начала нашего эфира. Абитуриенты в нашу группу ВКонтакте регулярно это присылают. Чуть позже к ним перейдем, а пока давайте небольшое вводное слово, о чем сегодня у нас пойдет речь. Я рада приветствовать всех абитуриентов. Хотелось бы видеть вас в качестве поступающих и поступивших в магистратуру юридического факультета. Ну и, наверное, перед ответом на ваши вопросы, хотелось бы немного рассказать о магистратуре юридического факультета. Магистратура юридического факультета на сегодняшний день – это образовательная программа с международной и профессиональной общественной аккредитацией, известнейшие научные школы, высокополисцированный педагогический состав, более 20 зарубежных вузов-партнеров, более 50 партнерских соглашений с работодателями, практика в судах, государственных и правоохранительных органах, поощрение для студентов, удобное расписание занятий, преимущественное на вечернее время, также насыщенная студенческая жизнь. Магистратура юридического факультета начала свой отчет с 2005 года. Мы начали с одной программы, и на сегодняшний день хочу заметить, что на 2022 учебный год представлено 15 магистрских программ. Из них 13 на очном отделении, 13 на заочном. Также в предстоящем году ориентировочно мы запланировали сетевую программу под названием социальная юриспруденция. И более подробно о программах, я думаю, мы расскажем чуть позднее. Хотелось бы отметить, какими факторами мы руководствуемся при закреплении и введении новых образовательных программ. Прежде всего, это спрос на рынке труда, востребованность образовательных программ среди абитуриентов, ну и тенденция развития отечественного и зарубежного права. На очном отделении срок обучения предусмотрен в рамках двух лет. На заочном – два года и пять месяцев. Вид конкурса представлен как на бюджет, вы можете претендовать, так и можете поступать на контрактной основе. На сегодняшний день, в принципе, уже цены, я думаю, закрепились. Это очная форма, на очной форме обучения предполагается сумма 188 940 с копейками. И на заочном – около 123 тысяч. Хотелось бы заметить, что цены, они не изменились с предыдущего года, то есть остались на том же уровне. Непосредственно в качестве новых магистрских программ заявлены следующие. Программа под названием «Криминалистическое обеспечение правоохранительной и судебной деятельности», следственная, прокурорская, правозащитная деятельность по уголовным делам, антикоррупционная деятельность и комплаенс, юрист в социальной сфере, социальная юриспруденция. Здесь вы можете задать вопрос, к примеру, в чем отличие между программой юрист в социальной сфере и социальная юриспруденция. Действительно, названия одинаковые, но хотелось бы заметить, что социальная юриспруденция предположительно будет реализовываться в сетевом формате. Это означает, что в реализации программы будут участвовать не только преподаватели Казанского федерального университета, но и преподаватели других вузов. В частности, здесь у нас в качестве участников заявлены РАНХИКС, Псковский государственный университет и Пермский национальный государственный университет. Юрий в социальной сфере преимущественно реализуется, планируется к реализации лишь в рамках заочной формы обучения и преимущественно силами Казанского федерального университета. Также пред вами на экране заявлены также программы предыдущих лет. Хотелось бы отметить, что все программы востребованы. Здесь они представлены как частно-правового характера, так и публично-правового характера. То есть, в принципе, я думаю, выбор достаточно огромен. Есть над чем поразмыслить. И, в принципе, хотелось бы видеть вас на всех этих профилях. Но открытие всех программ предусмотрено лишь при наборе о 12 человек. То есть, есть вероятность того, что некоторые программы при наборе до 12, возможно, открываться не будут. Поэтому, забегая вперед, когда вы будете подавать заявление, такая небольшая рекомендация в качестве профиля указывать не один профиль, а в приоритетном для вас порядке поочередно выставлять несколько профилей. В качестве вступительных экзаменов у нас заявлен письменный экзамен, который будет для граждан Российской Федерации проводиться 1 августа. на русском языке преимущественно. Но хотелось бы отметить также, что в этом году заявлена и англоязычная программа в юрисфере международного бизнеса. В рамках данного профиля поступающие абитуриенты могут также в рамках своего права воспользоваться и сдать экзамен на английском языке. Предположительно, предполагается, что за 120 минут дается на экзамен при ответе на 2 вопроса из 10. Итак, тоже одним из наиболее часто встречаемых вопросов – это кто может поступить в магистратуру юридического факультета. Для поступления в магистратуру по направлению 40.04.01 юриспруденция необходимо высшее образование любого уровня. То есть требования по наличию диплома бакалавриата по юриспруденции не требуется. Какой минимальный проходной балл? На сегодняшний день установлено это 40 баллов. Более подробной информацией по программе вступительных испытаний, по критериям проверки самих работ вы можете ознакомиться на официальном сайте приемной комиссии. Если можно немножко дополним, конечно, Толсу Махмутовну уже указала, что у нас в этом году 15 профилей магистрской подготовки. И нужно сказать, что эти профили у нас, скажем так, распределены на разные направления. То есть действительно можно найти магистрскую программу, профиль магистратуры практически на любой вкус. Это касается, конечно, и частно-правового профиля, допустим, такая программа, как частный правый бизнес, или правовое сопровождение бизнеса, или судебный юрист, юрист, соответственно, в гражданском процессе. Это в том числе такие публично-правовые профили магистратуры, которые весьма популярны. Вот если в цивилистическом профиле судебные юристы и правовое сопровождение бизнеса, ну, наверное, по количеству людей занимают первые места, но, безусловно, частный правый бизнес тоже имеет своих поклонников. в области публичного права. Это, конечно, доминирующие программы и профили по уголовному судопроизводству. Соответственно, как она получается, называется уголовное право и процесс, по-моему, в России и зарубежных странах. Это в том числе профиль по конституционному праву, тоже весьма интересный профиль, который позволяет отразить имеющиеся сегодня тенденции в области конституционного права, муниципального права, юрист в сфере публичной власти, в органах публичной власти, прошу прощения. Ну и также нужно отметить, что есть интересные профили, которые отражают международную правовую тематику. Два профиля магистратуры посвящены сфере международного права. Один из профилей, он реализуется в таком консорциуме вузов под эгидой Российского университета тружбы народов и под патронажем управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Это программа международная защита прав человека. Она имеет международную аккредитацию. И другой профиль магистратуры, уже Усуна Махмутовна говорила об этом, англоязычная программа, которая называется юрист в сфере международного бизнеса. Это полностью англоязычная программа, которая, собственно, тоже интересна тем, что она дает хороший высокий уровень знаний и навыков в области международного частного права, внешнеэкономической деятельности, ну и в области международного права в целом, в том числе. Но вот как бы на стыке такого теоретического и практикоориентированного подходов. Вот. Она немножко дороже, да, и, насколько я помню, там 215 тысяч, да, кажется, если не ошибаюсь. Около 217. 217, да, тысяч стоит эта программа. Причем стоимость программ, да, вот, которые были озвучены, Эта стоимость действует для поступления как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан из ряда наших государств, с которыми есть договорные отношения, да, в области образования. Это Узбекистан, это Казахстан, это Кыргызстан, Таджикистан. Вот с этими государствами, Республики Беларусь, безусловно, также с этими государствами есть соответствующие взаимодействия, и граждане этих государств могут, соответственно, подавать документы на поступления, соответственно, на равных условиях с российскими гражданами, в том числе могут претендовать на бюджетные места. Это важный элемент, но на самом деле поступать иностранные граждане могут и на контракт, минуя вот тот самый день 1 августа, да, то есть ряд соответствующих дат у нас есть в повестке, когда проводятся экзамены по поступлению в магистратуру на дистанционной основе, то есть через площадку университета в сети интернет, соответственно, с использованием проктринга, да, и идентификации, да, личности, получается, и контроля за ведением экзамена. Вот эта процедура тоже присутствует, по-моему, один из дней, это 20 июля, да, как бы из первых дат, которые, как бы, привязаны к вступительным экзаменам. Это важный нюанс, да, ну и я отмечу еще, что есть интересные профили, в том числе, наверное, вот один из таких интересных профилей, который совмещает теорию и практику, это правовая аналитика, профиль по кафедре теории истории государства и права, который, в общем-то, имеет очень интересные перспективы для тех, кто не имеет, в том числе, базового юридического образования, особенно для экономистов и представителей, в том числе, социально-гуманитарных наук, но, безусловно, и для юристов он очень важен, потому что там достаточно интересная теоретическая подготовка, то есть те наши абитуриенты в магистратуре, кто хочет получить более такую основательную подготовку в области права, конечно, им было бы интересно пойти и на этот профиль правовая аналитика, как сочетающий в себе теоретическую подготовку и практические подходы, в том числе в области корпоративного управления, в том числе в области сферы экономических рисков, управления рисками, управления правовыми рисками, в том числе, не только экономическими, безусловно, ну и целый ряд других вопросов интересных, там, заупотребление правом и так далее. Вот это то, что касается вот такого интересного формата, да, как бы содержательного с точки зрения магистратурских наших программ. Также, наверное, хотелось бы отметить еще одну программу, которую мы запускаем, можно сказать, впервые, антикоррупционная деятельность и комплайенс. До этого программа у нас существовала под названием антикоррупционная деятельность. Данная программа запускается под, скажем так, под запросы аппарата президента Республики Татарстан для государственных и муниципальных нужд. Действительно, сфера коррупции, к сожалению, на сегодняшний день, наверное, одна из значимых сфер, которые требуют решения и, в том числе, подбор кадров. А комплайенс, он в том числе необходим как для коммерческих структур, так и для публичных структур. И в данном случае, я думаю, будет интересна эта программа не только для юристов, но и для специалистов иных профилей. Поэтому, уважаемые абитуриенты, обратите на эту программу внимание. Спасибо за столь подробное вводное слово. И прежде чем перейти к вопросам, хотелось бы задать еще один вопрос. Абсолютно субъективное мнение. На ваш взгляд, насколько востребована сейчас магистратура по направлению юриспруденции? И, например, зная каких-нибудь юристов в Республике Татарстан или еще что-то, видя их работу, не хочется им сказать, что пойди, да учись еще. Это интересный вопрос. На самом деле, он такой очень острый, который сегодня очень активно обсуждается везде. И, как мы с вами знаем, недавние заявления министра науки и высшего образования и целый ряд других представителей органов государственной власти вообще поставили под сомнение существование баллонской системы в Российской Федерации. А баллонская система в основном ассоциируется как раз с делением нашего образования, высшего на бакалавриат и магистратуру. Ну вот, как ни странно, да, как бы сначала было заявлено о том, что от системы будем отказываться, а затем было все-таки сказано достаточно подробно о том, что данная вот эта вот структура двойная, да, выделение на бакалавриат и магистратуру, она не является, скажем так, краеугольным камнем, который нужно обязательно обрушить, да, и как бы перейти полностью на модель подготовки специалистов. Нет, тем не менее, бакалавриат и магистратуру сохраняются, и я, ну, скажем, выражу свое собственное мнение, которое, в общем-то, надеюсь, что достаточно уверенно могу сказать, что и бакалавриат и магистратуру сохранятся, и, может быть, наряду со специалитетом, и, как бы, будут одним из вариантов, да, потому что данный формат двухуровневой подготовки, он востребован сегодня практически во всем мире, не только в тех странах, которые мы традиционно рассматривали как партнеров, сейчас в определенной степени, как бы, эта проблема есть, да, потому что наши коллеги в республике Казахстан, в республике Узбекистан, ну, и в целом ряде других государств практически тоже имеют эту самую двухуровневую систему подготовки, от которой, ну, как бы, отказываться крайне нерационально. Вот, и в этом случае магистратура является органичным элементом, дополняющим, да, к бакалавриат, ну, наша система высшего образования, она, собственно, была заточена, особенно юридического образования, под наличие магистратуры как необходимого компонента для занятия, ну, как бы, специальной, профессиональной юридической деятельностью. И целый ряд требований к органам прокуратуры, следственного комитета, соответственно, судебного корпуса, да, как бы, предполагает наличие у сотрудников образования не ниже уровня магистратуры. Поэтому магистратура встроена в модель. Даже если она, как бы, будет несколько иначе рассматриваться в нашей стране, то на самом деле, вот, конструкция вот этой вот двухуровневой модели подготовки, она предполагает дополнение друг друга, да, то есть, как бы, не изолированное существование бакалавриата и магистратуры, а их соединение вместе, которое, вот, что дает, собственно, синергетический эффект. Да, потому что бакалавриат, все-таки, это общая подготовка, магистратура, это уже специализированная подготовка человека, который хочет стать специалистом конкретного направления, хотя это, собственно говоря, никоим образом не мешает, да, как бы, рассматривать разные варианты трудоустройства и быть представителем, как бы, юридической специальности в широком смысле этого слова. Да, то есть, выпускник, допустим, профиля, там, юрист в области публичной, в органах публичной власти совершенно не означает, что он должен работать исключительно в органах государственной власти и управления, но он к этому больше готов. Да, то же самое касается, там, не знаю, направления международной защиты прав человека. Это не значит, что он обязательно должен пойти в правозащитную организацию, но это значит, что он готов по соответствующим знаниям, навыкам и умениям к тому, чтобы профессионально защищать права других. Да, но он может точно так же заниматься и правоохранительной деятельностью и заниматься коммерческой деятельностью, тем более, что сфера прав человека, она максимально широка. Вот, то есть, это, на самом деле, вот компонент, дополняющий как бы тот уровень, первый уровень образования, который имеет место. Я тоже хотела бы немного высказаться. Здесь, наверное, у многих, в том числе и абитуриентов, сложилось впечатление, что действительно юристов на сегодняшний день в стране очень много. Но хотелось бы заметить, что мы с вами проживаем в очень интересный период, когда чуть ли не каждый день меняется российское законодательство, в том числе под воздействием различных международных санкций. И здесь, как ни странно, нужны именно специалисты, хорошие специалисты в области законодательства, в области права, которые, в принципе, наверное, смогут вывести нашу страну в нужное и правильное русло. Поэтому тот стереотип, который сложился, я думаю, от него уже можно отказаться и все-таки направить свою профессиональную деятельность по данному направлению. А почему бы и нет? Ну и, наверное, может быть, еще один маленький момент. Да, вот сейчас мы уже говорили, что, в принципе, на программу магистратуры по ее спуденции может поступать человек, имеющий другое профильное образование. То есть это и гуманитарные науки, это не только гуманитарные науки, точные науки в том числе. Это формат, который на самом деле сегодня является альтернативой так называемого второго высшего образования, которое существовало относительно долгое время, чуть-чуть раньше, несколько лет назад. То есть если сегодня в бакалавриате второе высшее образование получать просто не имеет смысла, то, соответственно, вот этот формат магистратуры дает возможность за два или два с половиной года добрать необходимые знания в области юриспруденции, причем в специализированном направлении, в определенном профильном формате. И тем, кто хочет продолжать свою деятельность, допустим, даже в экономике или, соответственно, в биологии, в медицине, магистратура им может дать тот необходимый запас знаний и навыков, которые они могут применить в своей профессиональной деятельности, но уже с учетом, да, как бы владения этим инструментарием, да, как бы знания законодательства, знания правовых элементов, да, как бы соответствующих проблем спорного характера и так далее. Хорошо, что ж, пойдем теперь предметнее по всем вопросам поступления магистратуры и вообще, что это такое. Первый вопрос звучит следующим образом. Можно ли участвовать в конкурсе на поступление на несколько направлений? Да. Дело в том, что когда абитурент подает заявление, он указывает в приоритетном для себя порядке несколько профилей, точнее, мы просим указать несколько профилей, потому что есть вероятность того, что какой-то профиль не будет открыт в силу отсутствия абитуриента. Поэтому, в принципе, экзамен, он единый для всех профилей. И если, к примеру, уже повторюсь, профиль, допустим, который стоит у абитуриентов заявление в первоочередном порядке, он просто не открывается, соответственно, у него есть все 100% вероятность того, что он будет зачислен на профиль, который указан во второй очередности. Ну да, тут можно добавить, что есть минимальный порог, то есть не набирается конкретное количество магистрантов в профиль, либо, наоборот, этот профиль слишком востребован. Это тоже нюанс, потому что группы не могут быть безразмерными, и поэтому здесь тоже может быть пункт отсечения. Поэтому, конечно же, необходимо давать обязательно не один профиль в качестве интересуемого, а несколько порядков приоритета. Первый, второй, третий. Идем дальше. Можно ли подать документы и на бюджетную, и на договорную основу одновременно? Это рекомендуется делать таким образом, поскольку стартует у нас приемная кампания 20 июня, и длится до 26 июля включительно. И в случае, если абитуриент, к примеру, заявится только лишь на бюджетное место, и, к примеру, не сможет добрать необходимое количество баллов, то на контракт в таком случае он претендовать не сможет. Поэтому в приемной комиссии все сотрудники рекомендуют абитуриентам изначально подавать на обе формы, как на бюджетную форму обучения, так и на контрактную, чтобы избежать таких рисков. Да, причем нужно подаваться на все возможные варианты, то есть и очные, и заочные, бюджетные и контрактные. То есть, в целом, четыре варианта. Если человек хочет поступить на бюджет, если это не молодой человек, который в противном случае должен будет пойти в армию, то тогда это бюджет очный и заочный, ну и на всякий случай контракт тоже очный и заочный. Понятно, что у кого-то могут быть собственные приоритеты, но как показывает практика, когда решается вопрос, каким образом человек может быть зачислен, и если у него баллов хватает только на один из четырех этих вариантов, то тем не менее, даже если изначально кто-то не хотел идти на заочное направление или заочное отделение, то тем не менее он все равно в конечном итоге готов был бы пойти, но у него может не остаться такой возможности. Поэтому, конечно, нужно подаваться на все возможные варианты для зачисления. Идем дальше. Следующий вопрос. Возможен ли перевод с договорной формы обучения на бюджетную? Возможен. При наличии бюджетных мест. На сегодняшний день действительно очень много и обучающихся подходят с различного рода заявлениями. Возможность есть у всех. Единственное, здесь нужно обратить внимание, это бюджетное место появляется либо если кого-либо отчисляем по результатам сессии, либо кто-то сам отчисляется в добровольном порядке. К сожалению, количество бюджетных мест ограничено. И, наверное, стоит тоже озвучить эти цифры, поскольку мы их не озвучили сегодня. Итак, на очной форме обучения у нас в плане приема 64 бюджетных места. На заочной форме обучения 55 бюджетных мест. То есть изначально, если вы поступаете на контрактную форму обучения и планируете в дальнейшем в силу отличной успеваемости перейти на бюджетную форму, еще раз обращаю внимание, такое возможно лишь при наличии свободных бюджетных мест. Предлагаю расширить этот вопрос. Частенько в других наших программах КФУ Лайф его задавали по поводу перевода с договорной формы обучения на бюджетную, но между направлениями. Предположим, здесь между направлениями магистерских программ. То есть, условно, человек, который на контракте, видя то, что в другом направлении магистратуры на юридическом факультете место освободилось, у кого будет приоритет перевода на бюджетное место? У тех, кто учится по той же программе, либо же этот человек тоже может претендовать. С другого направления. Поскольку изначально абитурент поступает, планирует поступить на юриспруденцию именно направление 40.04.01, и приказ у нас издается именно о поступлении на данное направление, у нас ни в одном приказе не пишется наименование профиля. Поэтому в данном случае приоритеты будет, не могу сказать, что будет приоритет именно у студента, который учится по данному профилю, мы будем рассматривать все кандидатуры. И здесь все-таки еще нужно, наверное, обратить внимание еще на социальный статус самого обучающегося, потому что это тоже немаловажно. Давайте расшифруем социальный статус, что имеется в виду? Это различные такие категории граждан, наверное, как инвалиды, многодетные семьи и из малообеспеченных семей. Почему расшифруем? Потому что у некоторых абитурентов возникают вопросы, что это такое. Теперь все знаете. Идем дальше. Давайте по бюджету проговорим. Есть предметный вопрос относительно бюджетных мест. Только что он пришел к нам в социальной сети ВКонтакте в нашем прямом эфире. Скажите, пожалуйста, какое количество бюджетных мест предусмотрено в этом году на магистерскую программу «Частное право и бизнес»? У нас бюджетные места по профилям не распределяются. Мы, в принципе, на каждом дне открыто двери об этом говорим, но, видимо, не все абитуренты понимают, как, в принципе, эта схема действует. Бюджетные места распределяются на сам профиль, юриспруденция. А далее уже в зависимости от результатов ваших вступительных испытаний происходит зачисление. Изначально ни один профиль не обладает конкретным количеством бюджетных мест. То есть они распределяются на все профили совместно, скажем так, на общий профиль. Да, садятся бюджетные места. Поэтому на сегодняшний день на профиле «Частное право» и «Бизнес» можно сказать 64 бюджетных места. То есть это получается так, что все выбираются в одно, но в одной группе, например, на одном направлении может быть 12 бюджетников, а на другом направлении 12 контрактников. Да, в принципе, что и наблюдаем по опыту предыдущих лет. Ну, как правило, речь идет о перераспределении более-менее таком равномерном, но это зависит от того, какие баллы на самом деле получают ребята и по соответствующим приоритетам, которые они выставляют. То есть если получается, что на определенный профиль много высокобайльников и, соответственно, они претендуют на бюджетные места, то тогда, да, у этого профиля может быть больше бюджетных мест. Соответственно, у другого их будет меньше. Хорошо. Продолжаем. Следующий вопрос. Какой уровень знаний необходимо продемонстрировать поступающему в магистратуру? Ну, надо сказать, уровень знаний должен быть достаточный. Да, то есть понятно, что приемная комиссия не может оценивать, скажем так, знания по такой наиболее высокой планке, да, как бы человек, который поступает в магистратуру, но на самом деле вот все зависит от того, какой порог. Да, то есть у нас нижний порог 40 баллов, поэтому 40 баллов может получить, наверное, тот абитуриент, который даже не обладая профильным юридическим образованием показывает желание, как бы, разобраться в материале и вот, как бы, достаточный уровень знаний, скажем так, демонстрирует. Но если это выпускник по направлению юриспруденция, если он, соответственно, показывает максимально возможные свои знания, да, как бы, по предмету, тем более, что он, в принципе, по этому предмету должен был готовиться до этого, то, конечно, именно из них и создается вот этот вот золотой запас тех, кто может претендовать на бюджетные места, в большом счете. Предлагаю расширить этот вопрос по поводу знаний, которые нужно продемонстрировать. Вступительный экзамен на магистратуру, вот, что он себя подразумевает? Мы уже видели то, что это письменный экзамен, русский язык, английский язык, а вот какие именно задания? Пример. К чему готовятся? Вопросы в билетах сформулированы, исходя из отраслей российского права. К примеру, один вопрос сформулирован из части финансового права, второй вопрос из части международного права, третий вопрос из части уголовного права и так далее. Исходя из десяти вопросов, вы выбираете любые два. А больше можно, если есть желание такое? Больше можно, но они оцениваться не будут. То есть, по усмотрению члена экзаменационной комиссии, он, в принципе, может любые два вопроса проверить. Если даже все десять раскроете, к сожалению, это дополнительных баллов вам не принесет. Ну и единственное, наверное, по критериям, если кратко пройтись, в первую очередь члены экзаменационной комиссии оценивают раскрытие вопроса, использование юридических терминов, приведение своей собственной позиции по затронутой проблеме. И, безусловно, это использование судебных источников и позиции также известных ученых. А это, получается, как некий кейс предоставляется в вопросе этом? Нет, вопрос теоретического характера. То есть, это не задачи, это теоретические вопросы, но которые предполагают возможность раскрытия через, в том числе, практические какие-то позиции, да, то есть... Чтобы больше меня поняли, например, я, отвечая на теорию, могу прикрепить еще и практику, как бы я это дело решил. Нет, скорее не так. Скорее нужно... Будет бонусом, плюсом, скажем, да, при оценивании, если человек владеет тематикой практического решения данного спора и может привести, допустим, постановление Пленума Верховного Суда по данной теме, да, по данному вопросу содержательному, или, допустим, постановление Конституционного Суда, есть таковое имеется. Понятно, что раскрывать это постановление нет смысла, но, как бы, обоснование с учетом, да, соответствующих решений тех или иных судебных или иных органов, это будет плюс. Вот. То же самое доктрина, да, то есть, как бы, показать, что человек владеет соответствующими позициями, мнениями ученых российских или зарубежных, да, в зависимости от того вопроса, который формулируется, это будет оцениваться выше, чем просто, как бы, техничный ответ на вопрос по билету. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос. Можно ли перевестись в магистратуру, если я учусь в магистратуре другого вуза? Или перевестись с одной магистратурой программы на другую? Можно, но здесь нужно учитывать несколько моментов, которые могут возникнуть. Это академическая разница. На сегодняшний день, согласно соответствующим локальным актам, предусмотрено, что за один год студент может освоить учебные дисциплины в рамках 60 зачетных единиц. И превысить эту норму, к сожалению, ни мы, ни иные вузы, из которых он переводится, не могут. Поэтому, если небольшая разница, в принципе, он может даже перевестись на тот же курс. Но, исходя, опять-таки, из опыта, можно сказать, что такие переводы, как правило, сопровождаются переводом на курс ниже. Исходя именно из-за большой академической разницы. Ну, учитывая магистратуру, на самом деле, здесь нужно иметь в виду, что специфика дисциплин, да, вот, и в том числе и количество единиц, которые на эти дисциплины поставлены, она очень высока. Это специфика. И, как бы, переходя из одного вуза в другой, да, как бы, магистрические программы редко совпадают. Ну, вот, сетевая программа по социальной юриспруденции одна из таких, которые, в принципе, вот созданы уже консорциумом. Международная защита прав человека тоже в рамках консорциума. Там хоть каким-то образом можно, да, вот, посмотреть на соответствие, да, тех дисциплин, которые преподаются. В других случаях это бывает достаточно разнообразным. Так, набор курсов. Следующий вопрос. Можно ли подать документы удаленно? Удаленно можно дистанционно, но здесь, опять-таки, предъявляются требования касаемо того, что ваше основное место жительства должно быть не связанным с городом Казани. То есть, если вы находитесь за пределами города, точнее, вы проживаете в пределах республики, не в городе Казань, то вы здесь можете претендовать на дистанционную форму подачи документов. Но городские жители, ждем мы вас непосредственно в приемной комиссии. Ну, те, кто в других регионах Российской Федерации или за рубежом находится, безусловно, могут подавать документы дистанционно. Насколько я понимаю, здесь, скорее всего, вопрос идет про систему «Буду студентом» Казанского Федерального Университета. Да, как раз через эту систему, да, совершенно верно, подаются документы. Идем дальше. Повлияет ли на мое поступление то, что я подам пакет документов раньше других? Нет. Вы можете подать и, в принципе, в последний час, 26 июля, и также претендовать на бюджетное место. И при успешном написании можете и поступить на это бюджетное место. То есть, независимо от времени, даты подачи, вы можете, у вас есть стопроцентная вероятность того, что при успешной сдаче экзамена вы поступите на бюджетную форму обучения. Ну, и надо отметить, что можно подавать документы на платное обучение, да, то есть на контрактной основе и за пределами 26 июля, да, то есть это может быть сделано и в августе в том числе, но надо смотреть только по датам, да, к проведению дополнительных вступительных испытаний уже на контрактной форме обучения. Устан Шамильевич, до 26-го в том числе и на контрактной. У нас сроки продлеваются только для иностранных граждан. Для иностранных граждан, да. У нас даты могут быть сдвинуты по вступительным испытаниям, доп.конкурс в рамках контрактного обучения. А подача документов непосредственно истекает в июле для граждан Российской Федерации. К датам мы чуть-чуть попозже подойдем, потому что у вас заготовлен такой вопрос. Следующий звучит так. У меня есть дипломы и грамоты за различные достижения. Могут ли они повлиять на поступление? Официально они не учитываются, но тем не менее члены экзаменационной комиссии ежегодно их просматривают и делают для себя некие пометки. Поэтому, уважаемые абитуриенты, если у вас есть соответствующие дипломы, сертификаты, статьи опубликованные, то лучше приложите их непосредственно к заявлению. Как многие говорят, портфолио никогда личным не бывает. И вот как раз таки следующий вопрос. Когда проводятся вступительные испытания в магистратуру? Здесь нужно учитывать, являетесь ли вы гражданином Российской Федерации, либо же гражданином иностранного государства. Основной конкурс для граждан Российской Федерации и на бюджетную форму обучения, и на контрактную форму обучения 1 августа 2022 года. Вот здесь непосредственно на экране у вас высвечивается информация о резервных днях. Тоже многие абитуриенты спрашивают, что это за дни. Это дни, в которые вы можете также прийти и сдать экзамен, но единственное, такое возможно лишь при наличии уважительных причин. То есть просто так, потому что вы, к примеру, опоздали или не захотели явиться в основной день, это не будет считаться уважительной причиной. Дополнительный конкурс также предусмотрен для очного отделения на контрактной форме обучения 22 августа 2022 года. Опять-таки повторюсь, то есть для, если вы претендуете лишь на бюджетное место, то это 1 августа. Если вы еще претендуете на контракт, то в принципе возможен и дополнительный конкурс 22 августа 2022 года для очного отделения. Для заочного, также для контрактников, 29 августа 2022 года. И здесь красным шрифтом непосредственно, уважаемые абитуриенты, помечены дни консультаций. Ну, буквально за день-два мы проводим консультации, где вы можете задавать свои вопросы. Непосредственно консультации проводятся в очном формате, но вы можете также подключаться дистанционно. Ссылки для них вы можете найти на сайте приемной комиссии. По поводу резервных дней, еще вот один, даже два, скорее всего, вопроса. То есть резервный день не подразумевает в себе то, что это возможность пересдать, если первый день неудачно прошел. И второй момент, это, говоря, получается о таких факторах непреодолимой силы, то есть форс-мажорные обстоятельства, какие вот, например, учитываются. Вот условно я вот хотел приехать на основной день, но в день моего вылета из моего региона самолет просто берут и отменяют. Это считается таким фактором? Конечно. Который позволяет мне перейти на резервный день? Конечно, но на всякий случай, я думаю, когда вы будете писать заявление на резервный день, вам необходимо будет приложить соответствующие документы. То есть, к примеру, если это заболевание, то соответствующие справки о диагнозе и так далее, непосредственно члены приемной комиссии сами будут рассматривать ваше заявление. И чтобы было больше возможности удовлетворения вашего заявления, еще раз приложите, то есть небольшая такая рекомендация, приложить документы, подтверждающие основания для сдачи в резервный день. Что ж, коллеги, благодарю вас за то, что подробно ответили на наши вопросы. Они, к сожалению, закончились и время нашей программы уже подходит к концу. Несколько минут остается. Предлагаю кратенько пару предложений, пожелания нашим абитуриентам, не только магистрам, но и бакалаврам, которые нас тоже смотрят перед самим поступлением. Уважаемые абитуриенты, пожалуйста, приходите, дерзайте, пробуйте своей силой и не останавливайтесь никогда на достигнутом. Наши двери всегда открыты. Ждем вас с нетерпением. Дорогие ребята, на самом деле залог вашего профессионального будущего, ваших удач, карьерного роста – это успешное, надежное, и эффективное обучение. Вот такое обучение вы можете получить в Казанском федеральном университете, обучаясь как на программах магистратуры, так, безусловно, и получая образование на уровне бакалавриата. Поэтому и в бакалавриат к нам тоже, безусловно, могут идти ребята, которые сегодня заканчивают школу. Ну и, безусловно, мы ждем абитуриентов в магистратуру, потому что это будущее нашей страны, независимо от наличия или отсутствия баллонской системы, да, как бы это то, что создает основу для профессионального будущего Российской Федерации. Ждем вас в нашем университете, как одном из ведущих вузов Российской Федерации. Спасибо. Что же, Рустам Шамильевич, Алсу Махмудову, вам большое спасибо, что нашли время прийти к нам на программу. Желаем вам хорошей приемной кампании. Надеемся, что абитуриенты порадуют своими знаниями и с ними будет приятно работать. Спасибо. Спасибо большое. На этом все. Это был КФУ Лайф для юридического факультета. Еще увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok